Площадка у Ледового дворца в городе над Бугом традиционно стала финальной точкой летнего мотосезона. Обладатели прав категории А объединило события, которые в связи с наступлением холодов заставляют любителей адреналина попрощаться с двухколесным другом до весны. В масштабном мероприятии приняли участие не только жители Бреста, но и гости со всех регионов Беларуси. Организовываем мероприятие данное по поводу закрытия мотосезона, также мы занимаемся открытием мотосезона для того, чтобы объединять людей, показать то, что мы все культурно можем организовать, без всяких эксцессов, сплочить людей. Также самопродвигаем движение юных мотоциклистов, они показывают свои навыки в вождении мотоциклов, также им помогаем немножечко, чтобы они могли ездить на чем-то. Помогаем детскому дому, были на МОПР сегодня, тоже покатали деток там немножечко, подарили им подарочки, призы. Участвуют много, приехало гостей, приехали гости из ближайших городов, Кобрин, Ивацевичи, Пинц, Береза, даже люди с Минска поприезжали некоторые, с Гродно есть тоже у нас друзья, приехали нас поддержать. На будущий год планы грандиозные, сейчас все подробности мы не расскажем, есть у нас план организации, но хотим немножечко масштаб этого всего увеличить, чтобы это больше привлекать молодежь, чтобы именно сделать праздник для города, не только там для любителей двухколесной техники мотоциклов, а для города, чтобы пришли жители города Бреста, также гости с других городов, с зарубежа, с Польши, со всех стран приглашаем всех, будет у нас хорошо и красиво. Главным хедлайнером мероприятия оказался четвероногий любитель скорости, у которого двухлетний стаж пассажиропутешественника. Джеки Любимчик и друг мотовладельца Дмитрия. Уже весьма знаменит среди жителей города Бреста и на просторах интернета. Мы и работаем с ним вместе, мы и катаемся с ним вместе, ездим по рабочим делам, все время вместе. Первый раз он сел на байк 8 месяцев и сразу же поехал, в первый раз. Не пришлось ни дрессировать, ни объяснять, просто сели и поехали. Машина стоит постоянно у нас на парковке, мы только хорошая погода, мы на байк. Даже можно посмотреть наши ролики и в плохую погоду одеваем дождевики и поперли в дождь. Сезон прошел очень круто, проехали мы в порядке 8 тысяч с ним километров в этом сезоне. В прошлом мы проехали, это был Джекин первый сезон, 5 тысяч проехали. Вообще круто, я только вчера узнал, что у нас закрытие мотосезона, потому что для нас он не закрывается. Мы постараемся продлить его как минимум до ноября месяца. Ну и мы с удовольствием сюда приехали, посмотреть на всех, себя, как говорится, показать. Закрытие мотосезона события наполнены контрастами, выходящими за рамки традиционного видения. И если брутальные байкеры с бородой для нас привычное дело, то девушка на мотоцикле у многих вызывает удивление и интерес. Для тех, кто открыл для себя увлечение езды на мотоцикле, подметили, что теперь это неотъемлемая часть их жизни. Так вышло, что я прокатилась двойкой, как у нас называют, то есть вторым номером на пассажирском. И все, я пошла уже. Через месяц буквально получила категорию А. И вот это все понеслось у меня. Вот я до сих пор помню эти эмоции, ощущения от первых моих покатушек. Каталась сама где-то там на работу, с работы, так вечером выехать покататься. А потом уже как-то, не знаю, с ребятами какими-то встретились, создали свою группу чат в Телеграме. Вот там общаемся. Помимо даже мотоциклов что-то бывает. В этом году я первый раз выехала за пределы Бреста. Я поехала в Минск, за Минск к подруге на целую неделю. По Минску каталась, было здорово. Все, потом я думала уже вернусь в Брест, уже тут по Бресту, там по Брестской области максимум. Но так вышло, что удалось побывать за границей на мотоцикле. Второй год я на мотоцикле езжу, но как бы страсть, любовь появилась много раньше. Меня уже папа лет 16-17 уже научил ездить, я уже умела. То есть, ну понятно, это было на площадках закрытого пользования, как бы все по правилам. Но уже у меня такая страсть была до этого. Потом на какое-то время я эту идею отпустила, но все-таки я поняла, что мне это очень нравится и нужно возобновить. Все, тоже никому ничего не сказала. Пошла с дала на категорию и просто пришла, сказала, ну все, я покупаю мотоцикл. Если вы хотите этого или нет, все, что вы можете сделать, это посоветовать, какой лучше взять. Безусловно, это адреналин, то есть это чувство свободы. Я думаю, что любой мотоциклист это поймет. Ну, в принципе, человек, который даже не ездит на мотоцикле, но при этом любит адреналин, то есть высоту, скорость, он тоже должен понимать, что это за чувство. По итогам закрытия мотосезона 2024 стало понятным, что те, кто хоть однажды попробовал езду на двухколесном транспорте, испытал те яркие эмоции, которые невозможно забыть. Ведь благодаря такому увлечению можно увидеть, что едва успеваешь заметить при езде на машине. Яркие пейзажи, пробегающие под ногами асфальт, запахи и небо над головой. Живая езда, в которой ты главный герой, а не посторонний зритель. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.